Ну что, доброе утро, тройка! Как обычно звучала эта фраза каждый понедельник, многие-многие, даже десятилетия, а не годы. Вчера я был в Степанакерске, и мы говорили о прошлом, о том, как все это начиналось. Сегодня я хочу на фоне школы в Дилижане, которую многие из вас видели в 2013 году, когда приезжали мы праздновать наш партнерский бал. Она только строилась, она сейчас работает, и в ней учатся дети из более 80 стран мира. И это хороший пример того, что жизнь продолжается. Но мы об этом поговорим немножко больше завтра. Я хотел сегодня остраниться больше о том, что было в те годы, когда мы уже не просто зарабатывали деньги, создавали фондовый рынок и запускали РТС, МВБ, участвовали в создании депозитарных великой компаний, или делали другие проекты, связанные с финансовыми инструментами. Делали первый баевой фонд, или Амуромец, или первый фонд в Америке, в Лексике на дороге диалога. Пускали фьючерсы, опционы, работали со счетами, и делали убедительные вещи, восприятия новых инструментов, новых продуктов, например, аналитику и создание корпоративного управления. Не только в России, в Казахстане, в Украине, в Англии, в Америке, на Кипре. Я хочу сказать, что, конечно, сейчас, оглядываясь назад, поражаешься масштабу и разнообразию, и продуктов, и идей, которые мы принесли на финансовый рынок российский, и украинский, и казахский, и много чего сделали, для того, чтобы в целом финансовая система, тухшая по своей пространству, развивалась бы. Делали сделку в Армении, недалеко отсюда находятся несколько промышленных компаний, которые мы продали гражданинерству российскому, и с Россией, и с Армянскими горнями. Так что, много мы делали, но не только финансово, я хочу сказать, это очень важно вспомнить, что за эти годы мы очень много участвовали в разных проектах, которые тоже были важны для России. Например, мы первыми отказались от новогодних подарков, и все деньги начали переводить на благотворительность. Наши благотворительные проекты были очень инновационные и действительно разнообразные. У нас были удивительные ивенты корпоративные, которые, то есть, подпомнился наш новый бренд 2007 года, который был интерактивным и вообще инновационным. Вообще, мы создавали среду вокруг нас, и это делают люди очень разные, которые действительно меняли мир вокруг себя, и это было не только в каждой работе, но и вокруг создания большого количества сообществ, которые возникали вокруг нас, в том числе благодаря тому, что мы помогали людям, чтобы сделать, изменить и развиваться. Мы после завершения деятельности «Стройки диалог» решили партнерами и запустили проект «Высшие мечты». Это был, как вы помните, удивительный проект наших стажировок, наших возможностей для молодых ребят приходить в «Тройку». Я хочу напомнить многие, наверное, уже не помню, что у нас несколько курьеров стали начальником управления, и Сергей Слободин, и Леша Мурзин, и многие-многие другие ребята, которые добились того, чтобы просто выросли в этой компании. У нас огромное количество ребят из регионов переехали, и стали успешными благодаря возможности вот такого развития и внутренней системы обучения. Вообще обучение было для нас очень ключевым и важным направлением всегда. И, конечно, бизнес-школу «Сколка», которую мы начинали вместе с Гором и всей командой, которая помогала нам в это время. Тоже удивительный проект, которому в этом году официально 15 лет, хотя он уже и старше на год, потому что начинался все в 2004 году, но тем не менее в этом году мы празднуем 15-летнюю бизнес-школу «Сколка», который тоже является проектом, который создавался «Тройкинцами». И я хочу сказать это пример того, что мы действительно не замечали, насколько важно то, что мы делали не только с точки зрения зарабатываем денег, но и создание новых культур, новых традиций, новых правил, новых стандартов. И я рад, что мы это делали вместе. Я хочу всех поздравить. У нас было очень много ярких, интересных идей, проектов. И я еще хочу всех нас поздравить с 30-летием того, что это начиналось в начале января 1991 года, как небольшая инвестиционная компания «Тройкинцамицами», а финансовый год это была огромная компания, работающая в шести странах, обороты, лучшими нам достигали триллионы долларов. Мы сделали фантастические сделки, такие как, я помню, первые наши сделки «Каргел», приход «Каргела» в Россию, или приводят светоизвестия, или наши сделки по «АвтоВАЗу» и по «КамАЗу», или проект Сухова, который Сухой-Сухой взятый, если она всю кличку запустил свету, реализован, в том числе благодаря «Тройке» диалог Ричарду Обдену и многим другим ребятам. Я хочу сказать, что это незаметно, но на самом деле это очень важно. Нам всем об этом помните, иногда обращают. Но я хочу сказать, что это все сделали люди. Люди, которых мы говорим, люди, которые стали партнерами. У нас 183 партнера, был «Тройка диалог», у нас было более полутора тысяча человек. Через «Тройку диалог» прошло несколько тысяч человек, многие из них ассоциируют себя с «Тройкой». Были у нас неудачи в выборе людей? Были. Были у нас ситуация, люди себя вели, не очень правильно, были. Но это настолько был единичный случай, что я могу с гордостью сказать, что ДНК «Тройки», ДНК тех людей, кто работали в «Тройке», ощущается до сих пор. И я очень хочу поговорить о том, что мы делали после «Тройки диалог». Многие из нас остались в финансовой индустрии, многие ушли в другие области. И я хочу призвать всех рассказы о том, что произошло после «Тройки», и как жизнь сложилась у многих из нас. Мне кажется, это будет очень полезно и важно не только для «Тройки», но и для других людей. И я надеюсь, что это продолжение проекта «Высшие мечты», когда у нас проходит стажировка у ребят, я хочу сказать огромное спасибо и Володе, и всем другим, кто активно участвует, Афтёму, комиссару, многим-многим людям, которые участвуют в этом проекте, помогают этому проекту состояться. И, конечно, Анна Графцева, которая делает проект ежедневно. Что это очень важно, что эта традиция продолжения возможности обучиться, понять мир и сделать его лучше. Это очень важно, что мы делаем. Я уверен, что это происходит во многих областях. И я хочу сказать, наши сделки, это, по-моему, кто мы были, какие мы были. И поэтому нам очень важно остаться вместе, чтобы друг друга поддерживать, двигаться дальше вперед. Еще раз с праздником, поздравляю. Очень рад, что мы есть, то, что мы делаем. И я надеюсь, что в следующем поколении, идущие за нами, сделают еще больше, еще лучше. Спасибо. Спасибо.